Наша недельная глава называется Беа-Ладха. Наши мудрецы переводят зажигать. Есть перевод поднимать, поднимать огонь. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Говори Агарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры добротят свет эти семь светильников, и сделал так Агарон, к лицевой стороне миноры зажигут светильники ее, как Бог поверил Маше. Светильники к лицевой стороне миноры. Наши мудрецы переводят склонены немножко к стволу миноры, чтобы показать, что Всевышний не нуждается в свете миноры. В самом шатре светит шхена всесильная. Мы это видим, минора горит с вечера до утра, когда она горит. А что днем? Там все равно нет окон. Там всегда светло. Там всесильный светит. Для всесильного необязательно светильник или солнце. Не обязательно. То есть склал сильный, да будет свет, стал свет. И не было ни солнца, ни луны, ни звезд. И эта минора нужна для того, чтобы поднимать духовный уровень еврейского народа. Вот для этого она нужна. Так наши мудрецы это понимают. И вот устройство миноры из цельного слитка золота выкованно. До самого основания, до цветковые, из цельного слитка выкована она. По образу, который Бог показал Маше, так сделал он минору. Это настолько было невыполнимое задание такое. Маше видел изображение миноры белым огнем по черному, или черным по белому написано. Но выковать это невозможно. Взять свиток, слиток с золотой и выковать ее из цельного слитка. Не то, что все еще просто сделай, можно отлить ее и все остальное. Нет, выковать. И пишут наши мудрецы, что Маше сказал, что это все равно невозможно. Я вижу ее устройство, но сделать я не могу. Сетильный говорит, что брось золота в огонь, стук не поймал лотком, Маше так сделал, и на утро минора была сама готова. Все вышли, сделали. Вот так. Такое чудо было. И нигде, при заменении других предметов, Маше так не говорит. Ковчег, казалось бы, крыша ковчега тоже из цельного слитка выкована. И там икру, как называется это, ободок, корона. В общем, красиво все сделано, но с цельного слитка. И почему-то не было проблем, бицелель его вырубил слитком. А вот с минорой так не получилось. Особо святой предмет. Венец там по кругу идет еще в ковчеге. Так и на столе, так и на маленьком жертвенке. Тоже попробую выковать с одного слитка такую вещь. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их. И так поступи с ними, чтобы очистить их. Акропи их, река очистительной водой. И пусть обреет все тело свое. И вымоет одежды свои и очистит себя. То есть нам все вышли запрещают брить тело. Мужчина не может, я хочу себя побрить. В данном случае все вышли предписал это левитам преступлений в дожа сделок. И возьмут молодого быка и хлебный дар ему из тонкой пшеничной муки смешанной с маслом. А второго молодого быка возьмешь грехочистительную жертву и приведешь левитов к шатру откровения и соберешь все общество санов Израиля и предстанут левиты пред Богом и возложат сыны Израиля руки свои на левитов. Если скажешь сыны Израиля весь народ, что больше 600 тысяч человек, то нет. Наши мудрецы говорят, что члены сангидрит. Есть такое мнение. И посвятит аарон левитов Богу от сынов Израиля, чтобы служили они Богу. И левиты возложат руки свои на голову быков. Один будет в грехочистительную жертву, а один в жертву в сожжение Богу для искупления левитов. И поставишь левитов перед аароном и перед сновьями его и посвятишь их Богу. Так выделишь ты левитов из среды сынов Израиля и станут моими левиты. А затем придут левиты служить под мне откровения после того, как ты очистил их и совершил над ними обряд посвящения. Ибо отданные они мне из среды сынов Израиля вместо каждого первенца, открывающего утробу, вместо каждого первенца из Ново Израиля, взял их себе. То есть мы помним из прошлой главы, что Всевышний взял 22 тысячи левитов и поменял их на 22 тысячи 273 первенца. Где левитов не хватило, пришлось брать по 5 серебряных шекелей священных с каждого человека, на которого обменивали левитов, на которых левитов не хватило. Ибо мне предложит каждый первенец из сынов Израиля, первенца людей и скота. В день, когда поразила всех первенцев страны египетской, посвятил я их себе и взял левитов взамен всех первенцев у сынов Израиля и отдал левитов помощники огородов и сновьям его из среды сынов Израиля, чтобы они исполняли службу сынов Израиля в штыре откровения. И скупали вину сынов Израиля, чтобы не случилось с сынами Израиля несчастье, когда будут подходить сыны Израиля к святилищу. И сделали Маше агарон и все общество сынов Израиля с левитами все, что Бог поверил в Маше а левитов. Все точно исполнили с ними сыны Израиля. И очистились левиты и вымыли одежды свои, и совершил над ними агарон обряд посвящения Богу, а затем пришли левиты совершать служение своем в шатре откровения перед агароном и ведь сыновьями его. Как Бог поверил Маше а левитах, так они и сделали с ними. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, вот что левитах, от 25 лет и старше пусть стоит каждый на службе для исполнения работы в шатре откровения, а с 50 лет возвращается он от исполнения работы и не работает более, но прислуживает братьям своим в шатре откровения и несет стражу работы. Работы же он не будет исполнять, так поступает с левитами под должностями их. И мы читаем в прошлой главе, что с 30 до 50 левиты служат в храме, а здесь 25 лет, и пишет Рабиш Ломаец, какие была среда памяти, он говорит, что в 25 они приходили и начинали практиковаться, и 5 лет они учились. А в 30 самостоятельно начинали уже служить в храме. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. И говорил Бог, обращаясь к Маше в пустыне Синай, во второй год после исхода их из страны египетской, первый месяц так, пусть принесут цены Израиля пасхальную жертву, назначенное для нее время, 14 день этого месяца, сумерки, принесите ее, назначенное для нее время по всем установлениям и по всем законам ее принесите ее. Значит, это был единственный Песох в пустыне. Мы отметили первый раз Песох в Египте и ушли из Египта 15 Ниссана 2448 года. Теперь у нас 14 Ниссана 2449 года Всевышний сказал принести и больше мы в пустыне праздник Песох не совершали это служение, потому что мы прекратили делать обрезание, потому что в любой момент ждали, что Всевышний даст команду отправляться в путь и поэтому не делали. Всевышний нам не говорил это делать срочно, невзирая ни на что, как в случае с Маше, когда он не обрезал своего сына вовремя. И когда мы уже придем, перейдем Иордан, то Элизар Коин и Егоша сыну обрежут весь народ. И говорил Маше сынам Израиля, чтобы принести они пасхальную жертву и принести они пасхальную жертву в первый месяц 14 дня в сумерки в пустыне Синай, как Бог говорил Маше, все точно исполнили сыны Израиля. Но были люди, которые были нечисты, ибо прикоснулись к мертвым. И не могли они принести пасхальную жертву в тот день, ибо дошли они к Маше и Каарону в тот день. Наши мудрецы, кто эти люди? Люди, которые носили гроб Иосифа. Это не по их вине они хотели принести жертву в пасхах тоже, как все люди, но получается, что не смогли. И сказали эти люди ему, мы нечисты, ибо прикоснулись к мертвым. за что же будем мы лишены возможности принести жертву Богу в назначенное для нее время среди израиля? И сказал Маше, постойте, а я послушаю, что повелит Бог вам. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так, говорится нам Израиля так, всякий, кто будет нечист и прикоснулся к мертвому или в дальнем пути из вас или из потомков ваших во всех поколениях их и намерен принести пасхальную жертву Богу во второй месяц 14 дня в сумерки пусть принесут ее с опресноками и горькой зеленью пусть едят ее пусть не оставляют ее до утра не ломают кости ее по всему установлению о пасхальной жертве пусть приносят ее человек же который чист и в дороге не был и откажется принести пасхальную жертву от народа будет душа это от народа ее ибо жертвы Богу не принес он назначенное для нее время рехвы понесет чек тот то есть человек говорит нет времени я этот день работаю я выполню эту жертву на месяц позже как Тора говорит нет Тора говорит нет только человек находится в такой ситуации что невозможно ему прийти вирус в тюрьме не дай бог или он в пустыню переходит или в морское путешествие он не успевает в этом случае он 14 ниссана принесет жертву Песа а то что 14 ияр но все равно где бы он ни был он не имеет права в эти семь дней есть хамец он не имеет права не обращать внимание что идет Песах он все и выполняет кроме того жертвы которые только приносят вирусариме в храм в храме храм и когда наступает этот день он приносит жертву но не надо хамец уже из дома убирать ничего это не нужно за этим столом где он будет есть жертву может и присутствовать хамец если будет жить у вас пришелец и намерен он принести пасхальную жертву Богу по установлению пасхальной жертвы и по закону ее должен вам поступить установление одно будет для вас и для пришельца и для жителя страны то есть человек стал герам все у него полные обязанности принеси жертву Песа закон одинаковый для всех а в день когда воздвигнут был шатер откровения покрыло облако шатер над покрытием его и с вечера было над шатром как бы огненное явление до утра так было всегда облако покрывало а явление огненное ночью а когда поднималось облако от шатра двигались за ним и сыны Израиля на месте где опускалось облако останавливались станом сыны Израиля по указанию Бога двигались сыны Израиля по указанию Бога останавливались все время когда стояло облако над шатром стояли они и даже даже если задерживалось облако над шатром много дней сыны Израиля следовали указанию Бога и не двигались и бывало что облако оставало над шатром несколько дней они по указанию Бога стояли и по указанию Бога двигались и бывало что оставалось облако с вечера до утра, и когда поднималось облако утром, они двигались. И бывало, что облако оставалось над шатром несколько дней, они по указанию Бога стояли, и по указанию у Бога двигались. Бывало, что оставалось облако от вечера до утра, и когда поднималось облако утром, они двигались. И бывало, что оставалось оно и днем, и ночью, лишь поднималось облако, они двигались. И если, или если два дня, или месяц, или год, сколько ни находилось облако над шатром, стояли сны Израиля и не двигались. А как поднималось оно, двигались, по указанию Бога стояли, и по указанию Бога двигались. Предостережению Бога следовали, по слову Бога, через Маше. Из всех стоянок известных, больше всех, мы находились в Кадеше, там, где впоследствии умирает Мирьям. Раша пишет, что 19 лет мы там жили, на этой стоянке. Пишется, что утром поднималось облако, двигаться мы начинали сразу. Бывало несколько дней, как в случае, когда мы отошли от Гары Синай, и пришли в одно место, там, где мы роптали, будем мы об этом читать, назвали его Тавера. То есть здесь, получается, три дня, вот мы, получается, шли вот так. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, сделай себе две серебряные трубы, выкуй их из одного куска серебра, и будут они у тебя, чтобы созвать общество и поднимать станы. И когда затрубят в них, соберется к тебе все общество, ко входу штер откровения. Когда же только в одну затрубят, соберутся к тебе все вожди, главы тысяч Израиля. Когда затрубите трубным звуком, двинутся станы, стоящие на востоке. Когда же затрубите трубным звуком вторично, двинутся станы, стоящие на юге. Трубным звуком пусть трубят для каждого движения их. То есть интересно, что написано, эти трубы были только для Маше. И когда Маше не стало, их скрыли. Никто ими не мог пользоваться, ни Егоша, никто. Две совершенно одинаковые серебряные трубы. И наши мудрецы говорят, здесь речь идет не только об этих трубах, и о других трубах, которые обычно совершают служение. Хотя впечатление текста именно об этих трубах. Должны главное понимать, что пишется в нашей традиции. При созыве же собрания трубите, но не трубным звуком. Цены аарона, коины должны трубить в трубы. Это будет для вас установлением вечным, для всех поколений ваших. А когда пойдете на войну в стране вашей против врага, притесняющей вас, то трубите в трубы трубным звуком. И вспомнит о вас Бог, Всесильный ваш, и будете вы спасены от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомещи ваши, тоже трубите в трубы при жертвах свяжения ваших, и при жертвах мирных ваших. И будут они вам для напоминания перед Всесильным вашим. Я Бог Всесильный ваш. Всегда трубимы, и при жертвоприношениях трубимы, и когда собираем собрания, и когда, не дай Бог, какие-то психильные бедствия, в общем, эти трубы выполняют свою работу, нас созывают. И было во второй год, во второй месяц, двадцатого дня, поднялось облако от шатрат Ковения, и двинулись на Израиль в походы свои из пустыни Синай, и опустилось облако в пустыне Паран. Значит, мы 20 яра 2449 года пошли в пустыню Паран от горы Синай. Вот так. А над ополчением колено сынов гада Элиасав сын Деуэля. То есть, мы сначала читали Элиасав сын Деуэля, потом там же в главе Бабидбар читаем Элиасав сын Деуэля, а теперь все время Деуэля. Здесь в последний раз упоминаются эти имена. И всего получается по тексту Торы, что вот эти три дня, мы всего три дня ходили вот этим станом, и с этими вождями, и больше этих вождей нигде в Торе нет. Потому что написано, что Всевышний убил, получается, лучших в Израиле, когда мы согрешили. Так. Хотя это трудно себе представить, что это он. Есть такое мнение. Так. Так. А над ополчением колено сынов гада Элиасав сын Деуэля. И наполчением его Ахезер сына Мишадая. Наполчением колено сынов Ашера Пагель сына Храна. А наполчением колено сынов Нафтали Ахера сына Инана. Вот походы сынов Израиля по ополчениям их. И так двигались они. И сказал Маше Хававу сыну Реуэля, Мидянитянину, Шурину Маше, отправляясь мы в то место, о котором сказал Бог. Его отдам вам. Идите же с нами. И мы сделаем тебе добро. Ибо Бог обещал благополучие Израилю. Впечатление текста, что Шурин Маше это братцы поры. Мнение наших мудрецов не всегда совпадает с тем, что нам кажется. Вот Раши пишет. Сейчас посмотрим. Хавав это Итру. Ибо сказано из сынов Хавава, тестья Маше. А что означает и пришли они, дочери Итру, к Реуэлю, своему отцу? Учат, что дети называют деда отцом. У него у тестья Баше было много имен. Потому что он прибавил, то есть при его последствии был прибавлен один раздел Торы. Хавав, потому что он любил Тору и так далее. Мы знаем, что у них все имен, одно из них. Хотя впечатление текста другое, то что здесь пишется. Но Хавав сказал ему, не пойду, но в страну свою и на родину свою пойду. И сказал Маше, прошу, не оставляй нас, ибо точно знаешь, что пристанище для нас пустыни. И был бы ты нам глазами. И вот если пойдешь с нами, то тем добром, которым осчастливит Бог нас, осчастливим тебя. И отправишься от горы Бога на три дня пути. А Ковчег Союза Бога шел на три дня пути впереди них, чтобы найти для них место отдыха. А облако Бога было над ним и днем, когда двинулись, они и станут. То есть Ковчег носил своих носильщиков, летал с ними. И вот он для нас защищал дорогу и врагов наших разгонял. В общем, мы шли очень спокойно по пустыне. Не было никаких опасностей. Этим всем занимался Ковчег. И было, когда двигался Ковчег, говорил Маше, встань Бог и рассеяться враги твои. И разбегутся на ненавистники твои от лица от твоего. А когда останавливался Ковчег, говорил он, вернись, Бог, десятков тысяч Израилей. Вот, интересно. И было, когда в путь выступал Ковчег. Поставил знаки, перевернутые буквы Нун, перед этим и после этого. То есть здесь выделены два стиха, 35 и 36. Тем самым указывая, что это стоит не на своем месте. Почему же записано здесь? Чтобы отделить одну кару от другой кары. И так далее. Как сказано в разделе «Восвященные писания». Шаббат 116а. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. И стал народ как бы роптать на Бога. И услышал это Бог. И возгорелся гнев Его. И загорелся у них огонь Бога. И пожрал край стана. И возопил народ к Маше. И помолился Маше Богу. И погас огонь. И назвали место это Тавыра. Потому что там загорелся у них огонь Бога. Удивительное место. Всего три дня мы отошли от горы Синай. И начался ропот. И требовали мы еды. Терско. И Псалом 108. Это 78. Нам раскрывает, что мы требовали еды здесь. Все вышли. Жег край стана. Мы поняли, что наглостью у нас ничего не выйдет. Раша говорит, что на краю стана. Эр-Эврав. Техот нам пересоединился. Но впечатление, что там написано после этих событий, что лучших в Израиле поверх написано. И действительно, после этих событий, вот Тавыра и Кеврот Гатава, мы больше не видим ни одного из имен наших вождей. Получается, что они всего ходили с нами во пустыне всего три дня. А потом погибли за нашу вину. Потому что плохо себя вели. И именно мы, не только Эр-Эврав. Потому что царь Давид пишет, что нас погубил. И возобил народ к Маше. И помолился Маше Богу. И погас огонь. И назвали место это Тавыра. Потому что там загорелся огонь Бога. А сгрот, который среди них стал проявлять прихоти. И снова заплакали на Израиле. Сказали, кто накормит нас мясом. Помним мы рыбу, которую ели в Египте. Даром. Аурцы, еды, зелень, лук и чеснок. Ключевое слово даром. Мы требуем даром. У нас есть еда. У нас ман есть. У нас все есть. У нас есть животные. У нас есть деньги. Если хотим еще что-то купить, пожалуйста. Что хотите. Нет нам дать даром. А теперь душа наша иссохла. Нет ничего кроме мана. На этого, что перед глазами нашего манжа, был похож на семя кориандровое. А вид его, как вид хрусталя. И расходились люди. И собирали. И мололи в жерновах. И толкли в ступе. И валили в котле. И делали из него лепешки. И был вкус его, как вкус снежного масла. А когда спускалась роса на ста ночью, спускался иман с нею. И услышал Маше, как народ плачет по семействам своим. Каждый уход в свой шатер. Весьма воспламенился гнев Бога. А Маше было прискорбно. Дело в том, что действительно не все люди получали ман. Такой, как написано прекрасный. Люди, которые хотели соблюдать заповеди, они действительно получали удовольствие этого мана. Что хотелось, то и попадало в рот. Захотел мороженое. Будет мороженое. Хотел курицу. Курицу. Что хочешь. Что захотел, так и есть. Люди, которые не хотели так жить. Не хотели слушать. Им приходилось далеко от шатра собирать его. И молоть. Что приготовить. Приходилось очень непросто это все. Готовить. Вот так. И поэтому им действительно уже не хотелось его есть. И сказал Маше Богу. Зачем сделал ты зло рабу твою? И отчего не удостоился я милости в глазах твоих? Что возлагаешь бремя всего народа этого на меня? Разве я носил во чреве весь народ этот? Или я родил его, что ты говоришь мне? Неси его в лоне твоем, как носит пестун ребенка. В страну, которую ты поклялся отдать отцам его. Откуда у меня мясо? Чтобы дать всему этому народу. Когда плачут они передо мной. Говорят, дай нам мясо и будем есть. Не могу я один нести весь народ этот. И послишком тяжело это для меня. А если ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я удостоился милости в глазах твоих, чтобы не видеть мне бедствия моего. И сказал Бог, обращаясь к Маше, собери мне семьдесят человек и старейшины Израиля, о которых знаешь ты, что они старейшины народа, и насмотрщики его, и приведи к шатру откровения, и пусть станут они там с тобою. А я сойду и буду говорить нам с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, дабы носили они с тобой время народа этого. И не будешь ты носить один. А народу этому скажи, готовьтесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, ибо плакали вы, обращаясь к Богу, говоря, кто накормит нас мясом? Ведь лучше было нам в Египте, и даст вам Бог мясо, и будете есть. Не один день будете вы есть, и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и двадцать дней, но в течение месяца, пока оно не выйдет у вас из носа и не станет для вас отвращением за то, что гнушали своим Богом, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, зачем это мы вышли из Египта? И сказал Маше, шестьсот тысяч пешек насчитывает народ, среди которого я нахожусь. А ты сказал, дам им мясо, и они есть будут месяц, даже если мелкий и крупный скот зарезан будет для них, хватит ли им этого? Даже если все рыбы морские собраны будут для них, хватит ли этого им? И сказал Бог, обращаясь к Маше, разве рука Бога коротка? Теперь увидишь, сбудется ли с тобой слово мое или нет? И вышел Маше и пересказал народу слова Бога, и собрал семьдесят человек из старейшего народа, и поставил их вокруг шатра. И зашел Бог в облаке, и говорил с ним, и отделил от духа, который на нем, и возложил на семьдесят человек старейшим, и когда владел им дух, стали они пророчествовать, но ненадолго. И оставались два человека в стане, имя одного Эльдад, а имя другого Мейдад. И овладел им дух пророчества, ибо они были из записных, но не вышли к шатру, а пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и сообщил Маше, и сказал, Эльдад и Мейдад пророчествуют в стане. И отозвался Егоша сынуна, прислуживающий Маше, из избранных им, и сказал, Господин мой Маше, задержи их. И сказал ему Маше, и ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все сынные народа Бога были пророками, лишь бы Бог дал им дух свой. То есть Маше хотел, чтобы все мы были пророками. А они, действительно, на них сошло правильное пророчество. Это было по-настоящему. Маше просил помощи, все вышли, дал помощь. Он сказал 70 человек. Маше каждого колена выбрал по 6. Получилось 12 колен, 72 человека. С помощью жребия два человека, получается, не вошли в 70. Но дух пророчества Всевышний им подарил. И они говорили, что нас приведет в новую страну другой вощи. Вот эти все вещи. Но Маше говорит, я бы хотел, чтобы все получили пророчество. Он был самый скромный из людей. И ушел Маше в стан, он из старейшины Израиля. А ветер поднялся по велению Бога и принес перепелов с моря и покрыл ими стан. Интересно, что наш комментарий есть к этому, что Эльдан и Мейдан – это никто иной, как родные братья Маше, Агарон и Эвериам по матери. Когда Амрам развелся с женой, то пишется, что Ехомед вышла замуж за вождя колена Звулуна, Эльцефана, сына Парнаха. Это имя стоит в главе Масей. И вот родились Эльдад и Мейдад. Это разные медраши. Другой медраж говорит, что один из них был из колена Бениамина, Эльдад сын Кислона, вождь колена Бениамина. Это из тех вождей, которые получат землю в стране. А второй из колена Ефраима, вождь колена Ефраима, мой сын Шевтана. Там так написано. Но это не пересекающиеся медраши, потому что, как может папа быть из колена Звулуна, а дети один из Бениамина Ефраима – это два разных медраша. И ушел Машерстан, он из старейшины Израиля. А ветер поднялся, по верению Бога, и принес перепелов с моря. И покрыл ими стан на день пути туда, и день пути сюда, вокруг стана, и около двух локтей над землей. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. Бог, на менее успевший, собрал десять хомеров, и разложили их себе вокруг стана. Еще было мясо в зубах их, еще не пережевано, как гнев Бога возгорелся народ, и поразил Бог народ мором весьма сильным. И нарекли тому месту имя Кеврот-Гатава, ибо там похоронили приходливый народ. Из Кеврот-Гатавы двинулся народ Хацерот и оставался в Хацероте. То есть события все рядом были. Вот пришли на третий день в место, которое назвали Тавыра, оно же превратилось Кеврот-Гатавой, это одно место. И пишется, что будете есть Ман месяц, вот месяц мы там были. Есть так мудрецы говорят, раз написано месяц, месяц мы там были. И сразу мы переходим в другое место, и здесь другие события, в Хацероте начинаются. То есть получается уже три дня и месяц прошел, от 20 яра, как мы вышли. Получается, если 33, то получается у нас 23 число месяца Сиван. То есть 6 Сиван, это у нас праздник, шаботает 23. Вот дальше происходит что. И говорили Мириам и Грон против Маше по поводу Кушитки, которую он взял. Ибо жену Кушитку взял он себе. И сказали, разве только с Маше говорил Бог, ведь и с нами он тоже говорил. И услышал Бог, а человек этот Маше был скромнейшим из всех людей, что на земле. И говорит, пишет Мидра, что Мириам встретила жену Маше Цепору и сказала, какая ты красивая Цепора. А она, ну и что-то как-то ответила. И Мириам подумала, что Маше не спит с женой, не выполняется. И она пошла к равнину, все законно, к первосвященнику, Агарону, к их брату. И поговорили с ним. Но для таких праведников это непозволительно. Если бы она пришла к Маше и сказала все, что думает, было бы все правильно. И так она порез третьим лицом, невзирая, что он раввин, и что он первосвященник, и что он родной брат, старший, то... В общем, это была ее ошибка. И его, что он не имел права это слушать, она не имела права это говорить. Вот так. И сказал Бог внезапно, обратившись к Маше и к Агарону и к Мириам. То есть чудо было, что они в разных местах, и вдруг раз... Выйдите вы трое к шатру откровения, и вышли они трое. И сошел Бог в столпе облачном, и стал у входа в шатер, и призвал Агарону и Мириам. И вышли они оба, и сказал он, слушайте слова мои. Если есть между вами пророк Бога, то я в видении открываюсь ему. Во сне говорю с ним. Не так с рабом моим Маше. Во всем доме моем доверен и он. Из уст в уста говорю я с ним. И явно они загадками. И образ Бога видит он. Как же не боитесь вы говорить против раба моего Маше? И возгорелся гнев Бога на них, и ушел он от них. И облако отошло от шатра. И вот Мириам покрыто проказою, как снег. Как снегом. И взял Агарон на Мириам, и вот прокажена она. И сказал Агарон Маше. Прошу, господин мой, не сочи нам за грех, что мы глупо поступили и согрешили. Да не будь она как мертвец, который выходит из шлева матери в своей полуислевшем. И возопил Маше к Богу, говоря о всесильной, умоляя исцели ее. И сказал Бог, обращаясь к Маше. Если бы отец ее плюнул ей в лицо, разве не скрывалась бы она в стыде семь дней? Пусть будет она заключена в семь дней Внистана. А потом придет и была заключена Мириам Внистана семь дней. Значит, если бы она была поражена проказой пятнами, то тогда семь дней. Потом еще она семь дней контрольных, только тогда она была в Адивстан. А здесь только семь дней. То есть Всевышняя сразу в стыле. Она вся была покрыта проказой. А написано у нас в главе Тавера, написано, что если проказа покрыла все тело человека, с головы до ног, сколько могут видеть, глазакой, на то он чистый. Видно, здесь такое уже было. Вот эта ситуация. У нее уже, как бы она уже чисто. Когда покрыта, она уже чистая, если вы что-то сделаете. То есть всего семь дней контрольных и все. Не надо было ждать семь и семь не надо. Маше так воумолился, что все. Народ же не отправлялся в путь, пока не вернулась в Мирьям. Ее все любили, уважали, ждали. А затем двинулся народ из Хацерота и остановился в пустыне Парран. На этом глава Биалатха заканчивается. Хочешь что-то рассказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Синет читаем Хафицхайм. Хафицхайм любите делать добро. Ежедневные уроки. Умение давать. Уроки Рова Фишеля Шехтера. Хафицхайм. 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 Перевел на русский язык. Далее Спинадель. День двадцать шестой. Двадцать шестой Атишри. Двадцать шестой Анисана. А вот Хэссад раздел 2 глава 7. Совершенствую свою роль. Если кто-нибудь прервет меня сегодня, когда я занят, успокоюсь и внимательно прислушаюсь к нуждам человека. Испытание богатства редко происходит в спокойное время, когда легко сосредоточиться и обдумать, что делать. Человека испытывает именно в трудные моменты. Он уже в дверях, когда раздается звонок. Это просто его одинокая старая тетушка, которая захотелось поболтать. Он крутится по банкетному залу, организуя последние детали перед свадьбой дочери. Когда его останавливает оборванный человек, чтобы поделиться невзгодами. Только что потратил деньги на ремонт автомобиля, когда приходит с письмом о семье на грани нищеты. Его ответ на эти ситуации может определить его дальнейшее благосостояние. Сохранится оно у него или перейдет к кому-то другому. Одна из бесчисленных историй, иллюстрирующих этот принцип. История Рэб Якова, неудачника, которому никак не удалось прокормить себя и свою вечно огорченную и критикующую жену. Вечер Юмки-Пура у них не было еды. Даже чтобы утолить голод, жена снова отругала его. И сокрушенный с пустым желудком, он пошел в синагогу, где увидел на видном месте рядом с другими богатыми людьми Рэб Менаши. Он подумал о его серебряной табакерке. Может, даст панюшку табака, хоть это меня поддержит. Подошел к Рэб Менаши и тихо попросил. Я собираюсь признаться в грехах, молиться о своей жизни. А ты думаешь о панюшке табака? Ответил возмущенный Менаши. Рэб Яков отошел на свое место, переживая очередной удар. С этого Юмки-Пура начался год, никакого не помнили в городе. Несчастный Рэб Яков вдруг обрел большое богатство. А фортуна Рэб Менаши резко покатилась вниз. Однажды в город приехал Рэб Менаши побежал к нему консультироваться. Рассказал о Юмки-Пуре, с которого началось его падение. «Пойди к Рэб Якову и попроси у него панюшку табаку», – посоветовал Рэб. «Если поступит с тобой, как ты с ним, роли снова поменяются». К счастью, в тот вечер дочь Рэб Якова выходила замуж. Рэб Менаши подождал, когда под хупой был самый торжественный момент. Протолкался к Рэб Якову и потребовал у него панюшку. «Пожалуйста, остановитесь на минутку», – сказал Рэб Яков. «Здесь Рэб Менаши. Вот возьми, пожалуйста». Менаши был сокрушен. После свадьбы он со слезами объяснил Рэб Якову, что добивался. И Яков обечаялся, что его успех связан с падениями Менаши. Они отправились в корабель Ревицкого, где пришли к соглашению разделить состояние Рэб Якова, чтобы восстановить равновесие. Ашем одним даст, дает роль давать, а другим брать. Как показывает эта история, единственный способ сохранять свою роль – выполнять ее хорошо. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха парнасакова намазал том, что мы это час не грешили, изучали тору. Всем все самого на лучшего. До встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова